Видимо, пытался освободиться, намотал на себя эту сетку бедолага. Достать и уничтожить браконьерские ловушки. В Самаре прошла традиционная акция «Живая Волга» в рамках Международного Дня Волги. Акция проводится с 2017 года. Мероприятие направлено на привлечение внимания к экологическим проблемам. Представители Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и общественной палаты Самарской области, а также депутаты городской думы провели рейд по выявлению браконьерских орудий лова. Я хочу сказать, что недаром в конце мая мы отмечаем День Волги. Это Международный День Волги, потому что река Волга является составной частью любого россиянина. 3,5 тысячи километров благородной красоты, которые нам даны для того, чтобы мы могли к ней приобщаться. И поэтому у нас у каждого есть на своем месте возможность сделать ее и полноводной, и чтобы в ней много водилось рыбы, и чтобы мы смогли ей и наслаждаться, и передать ее, самое главное, нашим детям и внукам. Время для проведения рейда выбрано не случайно. С 20 апреля по 10 июня длится нерестовый запрет. В это время активно размножается рыба. Ловля разрешена только с берега на удочку или спиннинг. В ходе рейда инспекторы нашли незаконно установленные сети. Всю живую рыбу, которая там запуталась, выпустили обратно в воду, а орудия для ловли извлекли. Непорядочные люди, они отдыхали и бросили сети на произвол судьбы, потому что забыли, куда они поставили их, и тем самым сеть попадает с рыбы, и она начинает погибать. Также есть и браконьеры, которых мы непосредственно стараемся поймать. За счет технического оснащения нам становится это легче, браконьеров становится меньше. Браконьерские орудия ловли извлекли в экватории рек Волга и Самара. По мнению участников акции, мероприятие не только помогает сохранить популяцию рыбы, но и повысить осведомленность жителей города об экосистеме водоемов. Это рассказать зрителям, жителям нашего города о значимости воды, значимости рыбы, которая здесь находится, и рассказать о тех нехороших людях, мягко говоря, которые расставляют сети, убивая водный ресурс городского округа Самара и прежде всего жителей. Такие рейды продолжатся. Нарушителей ждет административная и уголовная ответственность. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков, События.